Как правило, это старые автомобили, которым не нашлось места в гараже. Поэтому хранить их люди предпочитают прямо во дворе. Ни денег, ни документов для этого не нужно. А дискомфорт окружающих водителей предпочитают не замечать. Не мешает, потому что и так сложная обстановка с парковкой. Ясное дело. Особенно старый фонд, если дома. Там вообще сложно сейчас. Администрация поясняет, что подснежники делятся на два типа. К первому относятся те автомобили, которые не на ходу. Например, у них нет колес, дворников, регистрационных номеров, лобового стекла, разбитые фары и многое другое. То есть это машины, которые не могут прямо сейчас поехать по дорогам города. На них управа есть. Территориальное управление префектуры районов размещают на этом кузове предписание о необходимости добровольного демонтажа данного кузова. Срок действия предписания 14 дней. Если за это время владелец не объявляется и как-то себя не обозначает, то подготавливается заявка в наше муниципальное казенное учреждение техобеспечения, которое осуществляет вывоз этого кузова на площадку спецхранения. Однако большая часть машин являются просто брошенными. Люди оставляют их как во дворах, так и на обочинах, иногда даже на платных парковках. Бросают автомобили осенью, а вспоминают о них лишь весной. На таких управы практически нет. ГИБДДами занимаются только если нарушены правила парковки. На пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними. На пересечении проезжих частей и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних перекрестков, имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу. А также в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигнал ситофора, дорожные знаки или сделает невозможным движение других транспортных средств. То есть сейчас получается, что проблемы есть, а законодательной базы для ее решения нет. Как и самого понятия брошенный автомобиль. 23 января пройдут публичные слушания нового проекта правил благоустройства города, который попробует прояснить ситуацию. Требуется постановление отдельное, основанное и на федеральных законах, и на региональных, потому что правила благоустройства и вот эти вот статьи, то есть это статья 6.3 областного закона о административных правонарушениях. То есть здесь задействованы нормы и федеральные, и региональные. А пока депутаты городской думы предлагают вести понятие «чистый четверг». День, когда люди осознанно будут убирать с обочины свои автомобили. Это позволит качественнее очищать город от снега. Было бы очень удобно, на самом деле, потому что многие даже платные парковки, они не всегда достойно очищены. Да, было бы удобно. Если бы вообще, в принципе, это было бы, например, в четные дни, там машины не ставятся какие-то нечетные, и, соответственно, городские службы бы подстраивались и убирали бы. Я так думаю, что город был бы вообще просто чистый. Чтобы ускорить появление «Чистого четверга» на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры, предложили создать межведомственный штаб, куда войдут представители ГИБДД, городских префектур, службы эвакуации автомобильной техники и средств массовой информации. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова